Особое мнение на 101FM Я помню, КПРФ представители заявляли, что нет ни в коем случае с коммунистом России Не будем сотрудничать, будем притеснять, не поддерживать Не знаю, так ли складывается все непросто Да я считаю, что складывается очень все хорошо Общаемся, сотрудничаем Я думаю, что тем более следующий год И этот год у нас был юбилейный 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции Мы тоже проводили мероприятия, концерт, посвященный данному событию Причем очень неплохой концерт был и много людей пришло То есть мы именно 7 ноября провели в ДК 1 мая Имени 1 мая у нас практически 90% заполняемых зала То есть ветераны, пенсионеры, молодежь пришли на данное мероприятие Сторонники коммунистов России или КПРФ все-таки? А все были, и те, и те Мы не делали какой-то разницы Не делали строго какого-то разграничения Конечно, потому что это все-таки праздник нашей страны Праздник всех людей Потому что я считаю, что это очень грандиозное событие Причем оно и повлияло на весь мир То есть буквально недавно мы ездили на фестиваль молодежи и студентов в Сочи Где как раз общаясь с другими представителями разных стран Мы поняли, что все говорили в один голос Что если бы не было Октябрьской революции То мир не изменился бы в качественную, в хорошую сторону Как изменился сейчас Поэтому это отложило на всем мире В самом начале работы Гурдумы шестого созыва Глава города, председатель Гурдумы Елена Ковалева Говорила о том, что давайте отбросим свои партийные взгляды Прения и так далее Вы поддерживаете этот взгляд? Удается ли действительно работать такой одной командой? Я думаю, что работаем Политические взгляды все равно отстаиваем свои Но с точки зрения того, что конструктивной работы Я считаю, что придерживаемся Я в том числе согласен с этим Тем, что мы должны все-таки работать для нашего города Какие бы у нас не были политические взгляды И не превращать эту думу в площадку Для руганий и дискуссий по политическим мотивам А именно решать какие-то конкретные задачи Что уже, я считаю, что получается И один из ваших вопросов Что, так сказать, главное событие города Которое в этом году Я считаю, что все-таки это главное событие Которое повлияло на город Это выборы новой думы Нового главы города Нового главы администрации То есть я считаю, что достаточно конструктивно И я надеюсь, что мы увидим изменения к лучшему В ближайшее время Это положительные изменения? Я считаю, что положительные Новая город-дума, новая глава, новая глава администрации В общем, новая власть А если так подумать О главном негативном событии Уходящего года 2017 Для нашего города Или, может быть, для области Негативное, наверное, больше всего у всех Сохранилось это Зима прошлая Когда не чистились улицы и так далее То есть я считаю, что было все-таки негативное событие Сейчас они чистят? Ну, я сейчас вот шел, по крайней мере, видео Ну, сегодня день такой очень снежный Город утопает снегу У меня всегда как-то я переживаю из-за того, что дворники начинают Вернее, не переживаю, а немножко выводят из себя То, что дворники начинают слишком поздно, на мой взгляд, работать Люди идут на работу к 8-9 утра И дворники тоже к этому же времени выходят и начинают расчищать Все-таки, наверное, пораньше бы следовало Следовало бы пораньше Но, по крайней мере, у нашего дома дворник с 5 часов начинает работать Даже уже слышно, что он уже вышел и так далее Так что где как? Молодец Вот депутат городского парламента 5-го созыва Алексей Кузьмин недавно написал о том, что в нынешней городдуме стало меньше дискуссий По его словам, в городском парламенте появился сильный лоббизм Люди, которые работают в Думе, представляют крупные промышленные финансовые предприятия И через Думу начинают решать свои экономические вопросы А ему кажется, что Дума должна состоять из депутатов, которые знают общественную повестку Знают городские, коммунальные проблемы Вот как вы отреагируете на такую реплику? Ну, на такую реплику тут можно смотреть шире То есть у нас практически все партии уже, даже и оппозиционные, я имею в виду, и КПРФ Они уже не представляют именно народ, людей То есть в основном представляют каких-то, как я считаю, каких-то олигархических групп и так далее Потому что сейчас именно вот этот лоббизм, он у нас вырос, именно превращаемся в западную систему Когда всеми партиями именно движут финансы и лоббизм Вы имеете в виду органы разных уровней? Да, органы разных уровней От государственной думы, начиная, заканчивая самым местной думой Я имею в виду даже не городской, кировской, а районной или какого-то муниципального образования Сельского поселения? Сельского поселения И там тоже какой-то лоббизм Я думаю, что тоже там есть Интересно То есть вы согласны, в общем-то? Да, согласен с тем, что в первую очередь депутаты партии должны поддерживать именно своего избирателя А у нас зачастую они поддерживают того, кто финансирует данные партии, как я считаю А можете примеры какие-то привести уже? Вы что-то в Гордуме там такое заметили? Сильное продвижение чего-то или кого-либо? Ну, пока еще буквально за два заседания это сложно заметить Я думаю, что проживем немножко, увидим, как это будет разворачиваться событие Потому что пока еще у нас было только буквально три заседания Какая работа сейчас с вами проводится по наказам избирателей? Хотелось бы знать поподробнее, сколько вообще наказов получили? Много наказов Каков круг проблем? Давайте познакомимся Наказы, конечно, которые мы и подали, и пытаемся их продвинуть Это именно по контролю власти Чтобы у нас все-таки была городская администрация подконтрольна И людям, и каждый чиновник знал, что если он не выполняет ту программу, эти задачи, которые ставятся ему То есть или работает плохо, то он может лишиться своего места или потерять в денежном порядке Каков механизм-то контроля? Вот мы сейчас прорабатываем данный механизм Каким образом мы это будем делать? То есть мы это уже как наказы избирателей ввели И сейчас прорабатываем с органами И исполнительно, и, так сказать, нашей городской думы Эти моменты Так что это большой пул таких наказов, которые мы именно сейчас продвигаем Плюс, конечно же, наказы именно какого-то частного, там, ремонт каких-то территорий, улиц Плюс, как вы, наверное, все знаете, в этом году договорились, что все деньги, которые даются на наказы депутатам Мы их будем тратить на благоустройство Мы уже тоже по... В этом году или в следующем? В следующем году Я имею в виду, в этом году мы договорились, что таким образом будем сейчас тратить Деньги эти заложены в бюджет города, из бюджета города они пойдут как раз-таки на решение Мы уже определили там по округу, какие будем площадки ремонтировать Какие будем помогать школам, детским садикам Так что я думаю, что мы будем привлекать и студенческие отряды к этой работе Так что будем это активно развивать Это будет коллегиально как-то депутатами решаться, вот на что именно? Или вы просто отдаете эти деньги в управление города, и город там уже сам разбирается? Нет, мы сами определяем вот эти вот точки, куда эти деньги будут истрачены Каким образом, сейчас механизм тоже обсуждаем То есть, скорее всего, это будет осмечено, будут торги Речь идет о сумме 25 миллионов рублей и вообще сложности, да? Да, да, да То есть все деньги, по 700 тысяч рублей на каждого депутата Достаточно ли этого, кстати, на ваш взгляд? Можно как-то больше постараться на наказы избирателей? Я думаю, что... Может быть, выйти с таким предложением в городу? В углу устройства нашего города можно тратить денег море, потому что, сами знаете, что у нас есть, куда и что решить Ремонтировать, тем более, там, площадки у детских садиков, у школ требуют вложений, постоянного вложения Потому что хочется развиваться, чтобы уровень у нас был территории очень хорошо развит Тем более, детям надо где-то играть А то, что, если помните, в советские годы, там, практически у каждой школы, площадки, там, дети играли всегда Вплоть до самой ночи, там, до 10, до 11 часов Было где играть сейчас с этим сложнее И вот надо тоже двигаться к этому направлению, чтобы дети не где-то сидели в подворотнях и неизвестно, чем занимались А играли на улице, ну, или, опять же, тот же интернет, да, тоже, как бы, детям надо развиваться, бегать, нежели сидеть все в сети Ну, так уж, наверное, категорично не стоит, сеть, она тоже полезна Нет, я не говорю, что... Все в меру Все в меру, да, необходимо и темой тем заниматься, я считаю Что надо создавать инфраструктуру для того, чтобы дети тоже занимались и спортивными играми, и чем-то еще Что еще присутствует на казах избирателей? Какие проблемы? Благоустройство, ЖКХ? ЖКХ, ну, вот, есть... Площадки есть... Есть что-то есть такое необычное, что раньше не звучало и что характеризует как-то изменения в нашей жизни? Да, в принципе, в основном все бытовые проблемы, вот, единственная проблема такая интересная, которую мы сейчас столкнулись, пока не пришли, каким образом можно решить У нас есть, например, Макария и Субодиха, да, то есть они как разные две территории считаются, одна сельская, другая городская Дома стоят рядом, за электричество платят в одном месте в два раза больше, чем соседний дом То есть вот это тоже проблема, к которой надо подойти и посмотреть, каким образом это можно решить Больше, соответственно, в городе? Да, те, кто к городу относится, они больше платят Больше платят, да, то есть, а мы все равно находимся, что там деревянный дом, что там деревянный дом, совсем одинаковый, то есть надо как-то этот вопрос просмотреть и решить, я думаю, что... Вы будете его выносить? Да, да, мы уже вынесли На рассмотрение городомы? Да, ну сейчас готовимся, то есть вот мы одно уже предложение вынесли, конечно, поняли, что мы его, оно у нас было недоработано Это по отопительному сезону, то есть у нас было такое предложение, чтобы отопительный сезон немножко по-другому начинать Тоже пока мы его, этот вопрос не решили, но я думаю, что к следующему, так сказать, году мы подготовимся более окончательно и по-хорошему И этот вопрос все равно поставим о том, что ситуация, ну вот с нашей точки зрения, что люди, вот отопительный сезон наступает у нас поздно, когда несколько дней там отрицательная температура стоит А если она стоит 2 дня, ну то есть меньше 10 градусов, а потом опять 11 градусов, потом опять... То есть у нас не получается подряд 5 дней с менее 10 градусов и мы получаем... Минус 8 Минус 8, да, прошу прощения, да, минус 8 градусов И мы получаем, что все равно температура в домах опускается ниже нормативной отметки и люди уже становятся прохладны людям То есть, конечно, дом, дом урознь, есть дома, в которых достаточно теплые И у меня вот у родителей, например, достаточно, то есть если у меня дома прохладней, наступает быстрее, начнет прохлада Это многоквартирные дома? Да, многоквартирные, да, да, я считаю, ну да, многоквартирные дома То у них, например, это более теплый дом, не знаю почему, но получается так, что позже эта температура становится более низкой Поэтому тут надо вот это со всех сторон рассмотреть и все-таки мы должны работать для людей, поэтому я считаю, что необходимо за этим следить Ой, меня осенило, простите, Николай, вот по поводу электричества-то там, те, кто в городе платят больше, те, кто в селе живут рядышком, они платят меньше Если вы село к городу отнесете, они будут недовольны Мы как раз и хотим, чтобы это была сельская территория, хотя это все город Киров, и то, и то поселение относится к городу Киров, но то есть рассмотреть каким-то образом, чтобы это было к сельскому Потому что свой частный дом, обогрев и прочее, то есть это все равно гораздо сложнее, нежели многоквартирный дом, в котором это все проще и тарифы меньше А когда свой частный, это, я считаю, что можно относить к сельской территории Сейчас у нас будет небольшая пауза, я напомню, что это особое мнение Николая Барсукова, депутата Кировской городской думы, фракции Коммунисты России Мы продолжим через полминуты Продолжается программа «Особое мнение», Николай, давайте вспомним о том, что следующий год выборный В марте будем выбирать президента Российской Федерации Я накануне зашел в Википедию и был удивлен тем количеством возможных депутатов Там столько людей незнакомых, звезд каких-то, шоу-бизнеса, в общем, вроде как к политике никаких не имеющих отношений Рекомендую, кстати, заглянуть нашим слушателям, если вы еще не знаете, не слышали, не читали о том, кто у нас уже заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Сейчас вот как раз процедура уже пошла, да, в декабре Ну, для меня было вполне ожидаемым, что глава, руководитель коммунистов России, товарищ Максим, Максим Сурайкин, он в списке претендентов Ну, съезд у нас будет 24 декабря в Москве, участвую в данном съезде, то есть готовимся к выдвижению Вы как руководитель отделения региональных Как делегат, то есть у нас прошла конференция, избрали делегатов, и я как делегат еду на этот съезд, и я надеюсь, что мы выдвинем Максима Александровича в президенты Для чего это нам, конечно, нужно? Это в первую очередь для того, чтобы, так как у нас нет ни государственного финансирования, ни каких-то олигархических групп, которые за нас стоят Я, как уже на прошлой передаче говорил, что мы, конечно, это не поддерживаем и никогда не будет руководить там какая-то олигархическая группа партии коммунистов России Потому что мы отстаиваем интересы населения, именно трудящихся населения, трудящихся нашей страны Поэтому, в первую очередь, это как площадка для того, чтобы наши партии узнали Мы уже обсуждали, конечно, что за год активного деятельности нашей партии, если в прошлом году у нас в среднем в области 3% только проголосовало за нашу партию И по городу Кирову меньше 2,5%, то именно мы просто смотрели, когда проходили выборы в прошлом году В ОЗС имеете в виду? В ОЗС, да, да, но все равно мы наблюдатели были и по городу Кирову, и мы отслеживали именно, какой процент населения голосует за нас по городу Кирову То в этом году мы уже набрали 5,4% именно по городу Кирову, то есть уже в два раза стала больше узнаваемость партии Люди стали за нас голосовать, и мы пришли тем самым в городскую думу И точно так же я считаю, что это хорошая площадка, потому что на выборах Максиму Александровичу будет предоставлено, конечно же, телевидение До эфира, да, до эфира, но времени И Первый канал, я думаю, что тоже предоставит ему площадку И это все-таки бесплатная площадка для того, чтобы можно было донести до людей позицию нашей партии И точно так же я участвовал в выборах губернатора Кировской области, чтобы донести, показать, рассказать, что есть такая партия, которая занимается отстаиванием интересов народа, а не каких-то олигархических групп Но, конечно, этот процесс выдвижения Максима Александровича очень, ну, выдвинуть мы, конечно, выдвинем Но мне кажется, тут никаких проблем-то не будет Нет, выдвинуть несложно, а вот самое главное Регистрация, сбор подписей, потому что вот это вот очень достаточно серьезная процедура сбора подписей Надо будет 100 тысяч подписей собрать со всей страны Ну, вот у нас, конечно, небольшое количество в Кирове А будет квота какая-то на наш регион? Сколько здесь мы должны собрать? Да, 2,5 тысячи 2,5 тысячи подписей Надо будет собрать, то есть мы это соберем, конечно, единственное, что здесь, как всегда, возникают вопросы именно к подписям Вот, смотрите, у нас К подписям К подписям, да, прошу прощения К подписям В этом году мы уже не собирали подписей в Кировской области при выдвижении в Городскую думу А наши коллеги из Карачаева, Черкесии собирали У них партия больше, конечно, нашей, они давно уже занимаются И у них надо было подписей собрать меньше, чем членов партии состоит Поэтому они каждую подпись взяли в видеокамеру И под запись каждого, кто приходил, записывали И рядом нотариев судил, все это заверялось И все равно были признаны часть подписей недействительные Потому что где-то запятую не там поставили Где-то неправильно написали номер дома И люди при всем, что он сам был человек Это все записано, запротоколировано Но все равно были отказы некоторых подписей Но у нас Карачаево-Черкесская прошли свой горсовет В Черкесске набрали там, причем результат, конечно, выше нашего 12,5%, у них там фракция 4 человека в своей думе И поэтому, учитывая этот опыт, мы понимаем, что будет очень сложно Собрать именно количество хороших подписей Но будем этим заниматься, и это очень сложный процесс Вот это, я говорю, что, наверное, одно из самых таких Две с половиной тысячи, да? Да, две с половиной тысячи На возгляд, это немного Но я имею в виду, что надо как-то это все нам будет продумать И сделать качественно, чтобы потом не было никаких вопросов Потому что могут и проверить и наши подписи И если мы подведем нашего руководителя, это будет нехорошо Если в целом оценить, дать оценку тому списку претендентов На пост главы государства Как вы относитесь к той же Ксении Собчак? Что она выдвинулась Екатерина Гордон заявила о том, что собирается тоже баллотироваться Как вот сказать, то есть руководить государством должны люди Которые, так сказать, представляете себя Либо руководители политической партии Либо, ну, то есть они занимались этим, они не шоумены То есть у нас превратится тогда наше государство в какое-то шоу Ну, на этапе вот этих разговоров пока предварительных Ну, да Выдвижения там и так далее Да, 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 я считаю, что это... То есть пиар, пиар на ваш взгляд имеет место быть? Да, сто процентов, я считаю, что это стопроцентный пиар И, ну, это не политики То есть люди должны, в первую очередь, я вообще считаю, что Тот, кто должен идти на президента или руководитель страной Не должен подставить какие-то олигархические группы интересы Должен именно интересы населения Интересы именно людей нашей страны И тем самым в дальнейшем, чтобы было продвижение Не каких-то там отдельных команд или личностей А именно людям нашей страны, чтобы было лучше жить И чтобы у нас развивалась страна То есть пока то, что мы пока внутри нашей политики не видим Хорошо, а о политических таких старожилах Что думаете, вернее? Зюганов, Жириновский, Явлинский Ну, пора на пенсию Которые тоже вроде как Ну, считаю, что им давно пора на пенсию То есть вы считаете, что им лучше бы не идти на эти выборы? Ну, всем уже за 70 И, так сказать, руководить страной Это очень достаточно сложный процесс Так и Владимир Владимирович тоже недалеко уже от этой, собственно, цифры Владимир Владимирович, да Но, по крайней мере, он и выглядит гораздо моложе Ну, по крайней мере, с точки зрения того, что Ну, пока вот реальных каких-то кандидатов Ну, поживем, увидим, может и Реальных соперников? Соперников, да, реальных соперников Ну, вот как-то претенденты, те, кто заявил о своем желании поучаствовать в выборах Как-то приуныли уже После того, как Путин объявил о том, что он пойдет на выборы Это было, да, на прошлой неделе на заводе Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде Все уже решено, раз Путин идет, на ваш взгляд Я думаю, что всегда может быть какая-то ситуация Интрига Интрига Поэтому давайте поживем, увидим, посмотрим, кто у нас еще все-таки выдвинется Может быть, и будут сильные кандидаты Ну, конечно, не шоумены Не шоумены Да Не шоумены Вы надеетесь на то, что они регистрацию не пройдут? Да я не надеюсь, даже если пройдут регистрацию Но если они, как самовыдвиженцы, это 300 тысяч подписей И собрать качественно 300 тысяч подписей Это очень большая сумма и очень сложно это сделать Тем более, у нас это надо собирать по всей стране Не только там в городе Москва или там в определенных столицах Надо собрать пропорционально по всей стране И это достаточно очень сложно Хорошо, давайте теперь поговорим о городских делах, о городских проблемах Когда состоится финальное в этом году заседание Кировской гордумы? На следующей неделе? На следующей неделе? Ну, пораньше традиционно у нас, перед Новым годом парламентарии собираются Сегодня, например, депутаты ОЗС У них последнее заседание в этом году Ожидается, что на декабрьском заседании городской думы В том числе будет рассмотрен вопрос о приватизации муниципальных предприятий Напомню, что это Куприт, центральный рынок, гостиница Губернская, Детский мир Первоначально предполагалось, что это должно было состояться в ноябре Но тогда, как все мы знаем уже, глава администрации городской, Илья Шульгин Сказал так, давайте, давайте, подождите, подождем Что-то не может так быть По Куприту, в частности, он высказал, что это единственное муниципальное предприятие Где мы с мусором-то будем потом попрощаться? Вы поддерживаете эту позицию? Например, у вас коллега Денис Ерохин, ЛДПР, он говорит о том, что Скорее всего, эта тема вообще заглохнет и будет снята с повестки дня Как вы считаете, что не будет уже ставиться вопрос о приватизации? Возможно, потому что достаточно серьезный вопрос И обсуждали его неоднократно Потому что как раз предприятие сейчас приватизируется в тот момент Когда они, можно сказать, лежат на боку То есть работают очень плохо Как бы надо, а мы их будем за бесценок продавать А потом они будут, кто-то будет на этом зарабатывать Ну давайте отдельно пройдемся по каждому предприятию Центральный рынок 500 миллионов планы Выручить за него Ранее глава города Елена Ковалева говорила о том, что Мы безобразно управляем Давайте в частные руки продадим Тогда все будет у нас хорошо Так это достаточно эмоционально Она высказывала, что там все Товары все в куче, грязно Пройти негде и так далее и тому подобное Давайте продавать Вот по центральному рынку ваша позиция отдельно По центральному рынку, конечно Центральный это Продавать или не продавать? Давайте просто поставлю вопрос Даже не скажу, не определился еще пока По данному вопросу Потому что вопросы, конечно, интересные Но в любом случае Вне зависимости от формы собственности Наверное, хотелось бы, чтобы людям было Комфортно, чтобы люди не пострадали Если продадут и новый собственник Будет волен делать с национальным рынком Все что угодно, он сможет и выгнать этих людей Которые работают там Вот поэтому я и говорю Социальная напряженность Вопрос своеобразный Если будет такой желающий собственник Который приведет это все в порядок И все будет хорошо и качественно Но зачастую при приватизации Как я помню в 90-х годах Когда начиналась приватизация в нашей стране Все говорили Придет частный собственник Будет эффективно работать и так далее Но это, я не знаю, 50 на 50 Если даже не меньше Потому что, я не знаю Государство все-таки больше рычагов Возможности навести порядок В крупных предприятиях и так далее Нежели участника Поэтому я считаю, что здесь Тоже палка о двух концах И возможно, как говорится Будет хорошо, возможно, будет плохо И здесь надо не просто так вот Раскидываться собственностью А кто хочет, тот берет А что он дальше с ним сделает Это тоже вопрос больной Куприд Шульгин сказал, нельзя продавать Да, это же с этим согласен, конечно Нельзя продавать Потому что все-таки это стратегическое предприятие Напомню, там, напомню Не стопроцентный пакет акций в администрации 64, там, с половиной почти Да, нельзя продавать Губернская, Детский мир? Детский мир, это, конечно, магазин Поэтому, в принципе, не Который, как говорила летом нам Глава департамента муниципальной собственности Наталья Мамедова Который приносит со временем Все меньше и меньше денег В городскую администрацию Здесь политика нашего государства То есть, когда предприятие Которое занимается торговлей Вынуждено покупать товары Крупных магазинов Крупных сетей По конкурсу, по торгам То есть, здесь мы не видим Чтобы была возможность Быстро оперировать Быстро менять перечень товаров И так далее То есть, это, как бы, достаточно Сложный процесс Поэтому, я считаю, что Конечно, это непрофильный актив Не профильный, лучше продать? Лучше продать Губернская гостиница Ну, там столько было вложено, конечно Дом колховника, да? Раньше называли Да, столько было вложено Многие считают Помогу я вам, что Собственно, рынок насыщен в городе Предложением, где остановиться И, собственно, можно, наверное, и продать ее Да Поддержите? Да, поддержу Да Чтобы она находилась в частных руках Так, у нас подошло время рекламы В середине часа Напоминаю, что это особое мнение Николая Бурсукова Депутата Кировской городской думы Фракция коммунисты России Мы продолжим через полторы минуты Особое мнение На 101FM Продолжается особое мнение Николая Бурсукова Депутата Кировской городской думы Человек-фракция Фракция коммунисты России Вы член постоянной комиссии По бюджету и финансам Комиссии по местному самому правлению Регламенту и депутатской этике Почему, кстати, именно эти комиссии выбрали? Для присутствия, участия Ну Ну там разрешается не более двух комиссий Да, не более двух комиссий И, конечно, очень был большой перебор С социальным комиссией По социальным вопросам Но в основном В смысле, самая большая? Она самая ширная? Да, самая большая комиссия Но я думаю, что тут тоже Поработать в этих комиссиях Тоже интересно Тем более там По местному самоправлению депутатской этике Это тоже достаточно серьезная Большая комиссия Ну и по финансам По финансам Ну это ключевые вопросы Конечно же Хочется услышать ваши комментарии Ваше мнение О высказываниях Главы администрации Леви Вячеславовича Шульгина Сделанных им в последнее время Вот, например Недавно он заявил о том Что кировские дороги Не должны посыпаться уже В конце концов песком Это каменный век Он пообещал, что Следующей зимой Будет осуществлен переход На более современный Какой-то противогололюдный материал Получится? Сразу же хочу спросить Надеюсь, будем добиваться Да, но Поддерживаем, конечно Ну, с тем, что каменный век Это, конечно, тут спорить совершенно нельзя Посмотрите, что зимой А потом, когда все растает Сотни тонн песка остаются И тратятся огромные деньги Для того, чтобы его вывезти А где-то и не вывозится Постоянно грязные улицы Хотя вроде бы Город у нас не такой большой Но постоянно Ну, то есть Хочу сказать, что Достаточно сложно То есть сначала мы это все сыплем Потом мы это все собираем К осени только удается убрать Потом опять засыпаем То есть надо переходить На новые материалы Новые средства А еще Илья Вячеславович В пух и прах Разбил мечты тех Кто ратовал И думал О том, что на территории Бывшего квоту Которую министерство обороны Передало области Территория бывшего квоту Будет отведена под парк Под скверы Он сказал о том Что этого быть там не должно Там должна быть все-таки Застройка Жилая Социальные объекты Детские сады Школы Медучреждений И парка там быть не должно Огромная территория Да, я представляю Я соглашусь с ним Почему? Потому что В принципе у нас Достаточно Большая часть Территории Там Кировская областная больница Да, то есть Есть именно больничные Такие комплексы И создавать новый больничный комплекс Я не вижу необходимости В этом месте А именно школы Детские сады Это нам есть Необходимость городу Потому что И жилье И жилье Ну жилье У нас конечно Очень жилья много настроено Но в первую очередь Конечно Детские сады И школы Это надо строить Но для парка Для зеленой зоны На мой взгляд Можно все-таки предусмотреть Частичку Или несколько частичек Каких-то небольших Ну небольшой парк Конечно можно Но в первую очередь Для компактного проживания Там у нас достаточно Неплохой микрорайон Школы нам все-таки важнее Успел Шульгин Высказаться И о теме Сбора мусора По его словам Для Кирова Надо сперва Сейчас строить Новый полигон Для захоронения отходов Затем покупать Оборудование Для сортировки Этих самых отходов И затем начать Уже перерабатывать Он считает Что в 3-5 лет Можно уложиться Для того Чтобы наладить Новую систему работы С отходами бытовыми Эту тему Мы активно На выборах Губернатора Обсуждали Дебаты проводили Неоднократно С кандидатами На должность Губернатора Потому что Все-таки Нам надо Переходить К системе Сортировки мусора И его полной Переработки То есть Смотрели опыт Европейских стран Как у них Это решается То есть Есть Города И страны В которых Общие отсутствуют Полигоны Для Мусора То есть Практически Все сводится На одну площадку На которой она сортируется Этот весь мусор И в дальнейшем Перерабатывается То есть Практически Стопроцентная Переработка Поэтому я считаю Что это Хорошее решение И Необходимо нам В первую очередь Конечно Строить завод По полной Переработке Мусора А деньги Финансы Это же огромное Смотрите Хоронить мусор И потом Превращать Территорию Нашей области В свалку Мусора Я считаю Что это Нисколько Не лучше А наоборот Хуже Что мы оставляем Потомкам Мы оставляем Потомкам Мусорные свалки Надо потомкам Оставлять чистую Город Чистую область Я считаю Что это Лучше Деньги не так важны Как Забота О будущих Поколениях И о будущем Земли На которой живем Еще одна тема Возбудоражившая Общественность В последнее время Ежегодно Это происходит Когда Перевозчики Транспортники Требуют поднять Стоимость проезда В общественном транспорте В этом году Они попросили Видимо Уже В следующем году Они попросили Поднять Стоимость проезда С 22 рублей До 32 Многие у нас Уже высказались На эту тему В нашей студии И единогласно Все заявляют Что это очень много И существующая Уже стоимость Это Достаточно Все хотят Зарабатывать Больше И они Так тоже Понимают Что хотят Зарабатывать Больше Если бы Это было Невыгодно То Никто Никто Невыгодно Они не работают Зайдет Городским Общаясь Общаясь Община Транспорт Потому что Все таки Время уходит Часто наблюдаете Как водители Себя Транспорта Общинного Незаконно Послушно Ведут Бывает 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 Раздражает Когда они В левом ряду А не в правом Наблюдаете Бывает Так Ну Раздражает Не раздражает Конечно Они тоже Участники Дорожного Движения С другой стороны Понимаешь Что он же Должен Выполнять Графики Типа Маршрут Единственное Когда начинает Правда Уже Где-то Наглеть А это Зачастую Бывает И влазить И таким Образом Что Я бы Тоже Пресекал Такий случай Потому что Они все таки Перевозят Людей Если Я в основном Ежу Перевожу Сам себя То Как бы Это моя Ответственность А их Ответственность Они везут Людей И как бы Это Налагает Совсем Другие Другую Уровень Ответственности То есть Все таки Должны Беспокоиться Должны Понимать Что Должны Аккуратнее Ездить Не одни Ездят Да Бывает Зачастую Нарушают Правила И за это Надо Привлекать Неожиданный Уход В городской Администрации Тут случился Я имею ввиду Руководителя Дирекции Дорожного Хозяйства Андрея Менькина Подал Он заявление По собственному Желанию С 25 Декабря Ну В интернете Я надеюсь Вы видели Думаю Вернее Что вы видели Да Всевозможные Комментарии Гневные Ну вот Освоил Миллиард И все Ушел В октябре Кстати Он в нашей Студии Был Если не ошибаюсь 23 числа И говорил О том Что продолжать Намеревается Работать Есть энергия Силы Есть предложения Люди ему Пишут Он общается В интернете И вот Такой уход Как оцениваете Какие Теории Строите С чем это связано Я тут не строю никаких теорий Потому что Как бы С моей точки зрения Как я считаю Что так оно и предполагалось 9 марта этого года Он был Пришел Я каких-то там Не лелеял надежд Насчет Данного Руководителя Поэтому Даже не буду Этот вопрос Особо сильно комментировать То есть Как бы Я предполагал Что такое будет Так будет развиваться ситуация То есть Вы к этому скептически относились С самого начала Ну Может быть Это шанс Для какого-то нового Руководителя Яркого Возможно Оппозиционного Вот смотрите Что произошло С Киров Пассажиром Татранс Да Я имею ввиду Денис Парелог Ведь он входил И входит Продолжает входить В группу Общественников Которые активно Критиковали Общественный транспорт Говорили о том Что нужно менять Может быть На пост руководителя Дирекции Дорожного хозяйства Кого-то сейчас стоит Запустить такого Эх Их у нас много Общественников Ну Запустить А дальше как будет То есть Одно дело критиковать А другое дело Или став чиновником Все Энергия Пропадет Это бунтарское Вот вопрос Конечно интересен Как человек Поведет себя В данной ситуации То есть Если он Всю жизнь Ничем не занимался Кроме как критиковал То Как он будет Руководить Данным процессом Это еще вопрос Но посмотрим Поживем Увидим Хорошо На этом завершается Особое мнение Николай Барсуков Депутат Кировской городской думы Фракция коммунисты России С наступающим вас Спасибо Вас тоже И вы тоже можете поздравить Да И всех Две недели с небольшим До нового года остается Город Так вот Наряжается уже В праздничное одеяние Театральная площадь Преображается В общем-то Настроение соответствующее Уже появляется Вас и всех Жителей города Кирова Поздравляю С наступающими Новогодними праздниками Здоровья Удачи всем Спасибо В следующем году Спасибо До свидания До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok